Анна Сургутская Дмитрий, здравствуйте. Что, есть такая проблема? В весенне-летний период у нас всегда характеризуется тем, что сотрудники полиции регистрируют такой вид краж, как кражи велосипедов. Поэтому сегодня наша основная задача – это напомнить владельцам велосипедов о тех простых правилах сохранности их двухколесных транспортных средств. Ну, а правила для сохранности, они простые, закатил к себе в подъезд, и все нормально, кто там, все соседи, все друг друга знают. Работает дверной замок. Как раз-таки такое правило безопасности в нашем случае и не работает. Статистиками еще прямо, и вот за прошлый год из 39 зарегистрированных краж, 28 краж были зарегистрированы как раз-таки из подъездов жилых домов, где люди оставили велосипед на ночь, утром выходя на работу, в школу, обнаруживали, что их двухколесного транспорта на месте нет. Но это подавляющее большинство, да? Да, то есть статистика, вещь прямо, то есть как раз-таки такое правило, как закатил в подъезд и оставил, оно не работает. И думать о том, что у нас подъезд на домофоне, как вы говорите, все соседи друг друга знают, здесь тоже так не стоит. Поэтому домофон не является гарантией сохранности вашего имущества, которое вы оставили в подъезде. Это касается и колясок, и самокатов сейчас, да, то есть дети оставляют. Поэтому лучше свои вещи все заносить либо домой, либо вот и касаемо велосипедов оставлять в гаражах, но ни в коем случае не в подъезде. И большинство краж все-таки совершается свободным доступом. Многие граждане даже не позаботились о том, чтобы пристегнуть противогонным средством свой велосипед. То есть закатили в подъезд, оставили его в свободном доступе, да, дав злоумышленнику возможность беспрепятственно завладеть вашим велосипедом. То есть если уж нет другой возможности, то позаботьтесь о том, чтобы обезопасить свой велосипед, пристегивать его противогонным средством. Это же правило касается и велосипедов, оставленных на улице. То есть злоумышленнику намного проще взять велосипед, который оставлен без присмотра и не пристегнут противогонным средством, нежели мучаться с противогонным устройством, да, то есть иметь какие-то средства, чтобы перекусить этот трос и так далее. Поэтому здесь такое же правило работает. Отлучаетесь, даже если вы отлучаетесь ненадолго, забежал в магазин купить водички, все равно пристегивайте свой велосипед. Желательно его еще оставлять под камерами видеонаблюдения, это тоже как одно из средств, которое сможет сохранить ваше имущество. Благо их сейчас довольно много камер появилось. Да, то есть камеры видеонаблюдения у нас установлены во многих местах, да, и тоже являются такой мерой, скажем так, сдерживания, да, для того, чтобы злоумышленники именно похищали велосипеды. А вот тросик, цепь, замочек нехитрый в определенной степени тоже останавливает, да, покушение? Естественно, зачем, скажем так, тратить свое время и пытаться противогонное средство взломать, если рядом стоит велосипед, который не пристегнут, который просто взял, сел на него и поехал своей дорогой. То есть у нас были такие случаи, когда просто люди уходили в магазин, оставляли велосипед, шел мимо гражданин, решил, что ему тяжело идти, сел на велосипед и уехал. То есть как таковой цели изначально похищать у него велосипед не было, но он видит стоит велосипед и он решил им воспользоваться. Но в том или ином случае все равно это кража, да, это он взял чужое имущество. Ну это, наверное, редкий случай, когда гражданина так вот, не приходящего в сознание осенила такая идея взять и прокатиться. А в основном из каких побуждений велики воруют? На продажу или присвоить себе? Это либо оставить себе, либо, соответственно, перепродать, да, за небольшие деньги. То есть надо потом потратить, соответственно, на свои нужды. Видимо, какой-то черный рынок существует, этих бывушных велосипедов угнанных. Нет, то есть, как правило, кража осуществляет определенный контингент граждан, да, то есть мы их всех знаем, отрабатываем. И одна цель, цель взять велосипед, но не только это касается велосипеда, всего, что плохо лежит, для того, чтобы перепродать, а потом потратить эти деньги на собственные нужды. Но есть и случаи, когда оставить себе, да, в данном случае велосипеды перекрашиваются, эти факты у нас тоже выявляются, да, то есть. Поэтому здесь важно напомнить гражданам о том, что у вашего велосипеда необходимо нанести идентификационные признаки, либо знать об этих признаках, чтобы можно было определить, являетесь ли вы владельцем этого велосипеда, ваш ли это велосипед, да, если в случае его хищения. Покупая велосипед, у вас есть паспорт на велосипед, если вы его покупаете в магазине, этот паспорт обязательно необходимо сохранить. Второй момент, на велосипеде у нас есть номерной знак, его тоже нужно знать, вы можете, первое, что сделать, сфотографировать свой велосипед, второе, это сфотографировать этот номер, да, пусть он у вас хранится в телефоне, нанести какие-то отличительные особенности, например, подсидения велосипеда, да, то есть о которых будете знать только вы. Ну, в незаметное место. Да, в незаметное место. При длительном использовании у нас есть царапины, трещины, о них мы тоже знаем. Для чего это делается, для чего вы должны это знать? Для того, чтобы легче было идентифицировать ваш велосипед и легче было его найти. Когда поступает нам сообщение о краже велосипеда, ориентировка на похищенный велотранспорт раздается всем наружным нарядам, и сотрудники патрульно-постовой службы, дорожно-патрульно-постовой службы, они начинают по маршруту патрулирования, да, то есть смотреть, есть ли подходящая подориентировка, велосипеды попадаются или нет. Если такой велосипед попадается, они имеют полное право проверить его, и чем больше вы признаков вашего велосипеда назовете, тем быстрее мы можем установить, что действительно это ваш велосипед. Добросовестным владельцам велосипедов при таких диалогах с полицией, каким образом можно что-то доказать? С собой паспорт иметь надо на этот велик, талон? Нет, ни паспорт, ни талон, не обязательно. То есть если вы являетесь владельцем велосипеда, то есть вы знаете, где вы его купили, когда вы его купили, какие отличительные признаки у вашего велосипеда и так далее. Ну, банально я говорю о том, что фотография вашего велосипеда с вами в телефонах ваших есть, это тоже позволяет… Провести быстрый эффективный диалог и продолжить свой путь, да? Да, быстрый эффективный диалог и продолжить свой путь. Ну и, как правило, у нас сотрудники опытные, и сразу видно по человеку, ну, как бы, то есть они умеют определять, действительно ли принадлежит весь человеку или не принадлежит. Здесь чисто психологические… Вы просто говоря, правду говорит человек или нет? Да, здесь чисто психологические особенности, качества, да, смотрят. То есть у нас есть тоже свои определенные секреты. А вот эти люди, которые угоняют чужие велосипеды, и как-то можно общий социальный портрет составить? Это подростки или, наоборот, какие-то матерые уже люди? Категория разная. Бывают и подростки, которые взяли покататься, доехали в соседний район, там этот велосипед бросили. И очень, ну, достаточно часто у нас и такие случаи бывают, да, когда нам обращаются граждане, говорят, у нас тут вот велосипед лежит уже несколько часов, мы, ну, то есть мы все соседи друг друга знаем, мы не знаем, чем велосипед, владельца не видно. Тогда такой велосипед доставляется в отдел полиции, и потом уже, когда обращается гражданин о том, что у него украли велосипед, то есть два этих факта связываются, ну, и владельцу возвращается велосипед. То есть такие моменты тоже бывают, взял покататься, взял для себя, не было велосипеда, хотел велосипед, но многие действительно берут велосипед, скажем так, похищают для того, чтобы продать, как я уже говорила, да, то есть получить за это деньги и потратить их на свои нужды. Поэтому, наверное, покупая велосипед с рук, надо тоже проявить определенную осмотрительность, здоровые сомнения. Здесь обязательно, то есть покупая велосипед с рук, вы должны понимать, что вы можете купить краденую вещь, ну, опять же, если он без паспорта, да, то есть если вы при каких-то неопределенных обстоятельствах его покупаете, если вы видите следы, там, покраски велосипеда или еще что-то, то есть это должно насторожить. Почему? Потому что по закону, если будет установлено, что вы купили краденый велосипед, этот велосипед будет изъят, он будет возвращен законному владельцу, вы потеряете и велосипед, и вернуть деньги, которые вы за него отдали, тоже, скажем так, будет проблематично. Сотрудники полиции, они насколько эффективно работают вот по этой теме? Хороша ли раскрываемость, часто ли находят велосипеды? Статистика показывает, что чем быстрее человек обратился с заявлением о том, что у него похищен велосипед, тем выше вероятность того, что ваш велосипед будет найден. Ну, и чем лучше опишут его? Ну, так находим вообще? Находим велосипеды, конечно, и велосипеды находим, и телефоны находим. Кроме того, что как можно оперативнее обратиться к полиции, какие еще действия надо совершить, когда заметил, что велик угнали? Обратиться в полицию, и чем вы лучше опишите ваш велосипед, назовете его какие-то отличительные особенности и признаки, тем быстрее мы сможем идентифицировать его среди, допустим, тех же попадающихся велосипедов по маршрутам патрулирования наших нарядов. То есть эффективность раскрытия данного преступления, она будет выше. А ответственность какую понесет человек, которого изобличили, доказали, что он велики ворует? Кража у нас квалифицируется по статье 158 Уголовного кода всей Российской Федерации, и здесь это в зависимости от того, какой ущерб будет, то есть могут быть достаточно серьезные сроки. Суд какую позицию занимает в основном, к реальным срокам приговаривает? Стоит ли овчинка выделки с этими велосипедами? Это кража, то есть как бы, что не важно, что вы похитили, там, велосипед, телефон или какую-то другую вещь, это кража, то есть вы похитили чужое имущество. То есть здесь позиция у суда одна. Вот у автомобилистов есть свой рейтинг «Самые угоняемые автомобили года». Для великов есть такой рейтинг? Такого рейтинга нет, потому что под хищение попадают и самые простые, и даже старенькие велосипеды, ну и, соответственно, новые велосипеды. Принцип здесь такой срабатывает. Оставил без присмотра то, что плохо лежит, то и попадает под, скажем так, в руки злоумышленников. Зачем, я вот еще раз повторяю, зачем ему тратить свое какое-то время, да, нести с собой какие-то инструменты, чтобы перекусить трост, высматривать велосипед. Когда вот человек сам его оставил, отлучился, ничего сложного нету взять и укатить. Зашел в подъезд, велосипед стоит, забрал его, поехал. Забежал в магазин за хлебом на пару минут. Не стоит надеяться на то, что все будет благополучно. Да, и такое тоже бывает, поэтому потратьте несколько минут, обезопасьте свой велосипед, пристегните его, поставьте его в поле видимости камер и идите в магазин. Ну, я думаю, с велосипедами все понятно. Наши зрители вашим советом внемлют. Хотелось бы в завершении беседы еще вот о чем спросить. Постоянная проблема, которая не имеет сезонности, это наши смартфоны. Какова обстановка по ним сейчас? Стало ли это хотя бы меньше? Может быть, граждане бдительнее стали относиться или сохраняется проблематика? Кражи телефонов, они никуда у нас не делись, как бы это, скажем, в течение всего года. И здесь тоже необходимо обратить внимание на то, что в большинстве случаев много фактов того, что человек сам положил мимо кармана, оставил на барной стойке в увеселительном заведении, пошел танцевать, пришел, телефон, а нет. То есть здесь тоже работает такое правило, как оставили без присмотра. Зачастую человек может сам потерять телефон, а когда он вернется на место, ну, предполагаем место, где он мог его утерять, то он телефон не обнаружит. Вот здесь стоит поговорить о том, о находках телефона. Найденный сотовый телефон необходимо вернуть владельцу. Ну, либо предпринять все меры для того, чтобы вернуть. Ну, как правило, когда мы с вами теряем телефон, мы понимаем, что мимо сумочки положили, мимо кармана, либо где-то ребенок забыл в школе или по маршруту следования, там, от секции до дома. То есть всякие ситуации бывают. Мы звоним, ну, то есть человек звонит на свой номер телефона. Вот здесь вы можете взять трубку и сказать о том, что я нашел у вас телефон и вернуть владельцу. Если же человек осознанно выкидывает сим-карту, блокирует телефон, выключает его, да, то есть не выходит ни на какую связь, то здесь усматривается уже умысло, что вы хотели с этим сделать телефоном. Продать его, присвоить себе и так далее. То есть здесь, если вы не предприняли попыток вернуть этот телефон владельцу, каким еще образом можно, сами не можете, да, установить владельца, но не позвонили вам, надо обратиться в полицию и перенести этот телефон. Если же вы этого не сделали, то такие ваши деяния могут быть квалифицированы как кражи. И тоже соответствующая санкция и статья. Да, соответственно, это уголовная статья у нас. Поэтому осознанные граждане при нахождении телефона, они либо возвращают владельцам, либо несут в отдел полиции. Если у нас даже сразу не обратился человек, у нас есть комната найденных вещей, где эти все вещи, они регистрируются и находятся до того, как владелец, ну, не будет установлен владелец данного телефона. Но, как правило, телефон, смартфон – это очень дорогостоящая вещь. Она нам важна не только как средство, да, связи. Там у многих полжизни в этом телефоне. То есть, ну, конечно, потерять такую вещь тяжело, и поэтому люди обращаются в полицию по телефону. Вот буквально недавно у нас пришел гражданин, принес телефон, который он нашел. Мы даже дали объявление о том, чтобы установить владельца. Ну, вот пока вот владелец у нас не обратился. Сознательный гражданин похвально. То есть, вот эти действия – это правильные действия, как поступать в таких случаях. Рядом с телефонами стоят найденные велосипеды в вашей комнате? Рядом с телефоном также стоят найденные велосипеды. Вот, опять же, возвращаясь к тому, что чем больше признаков у вашего велосипеда вы знаете, тем проще идентифицировать владельца этого велосипеда. Тайные знаки, которые только ты можешь знать, посмотрели, убедились, пожалуйста. Да, потому что не у всех моделей велосипедов, особенно у старых, есть номерные знаки, по которым можно конкретно сказать, что вот это велосипед именно. Ну что ж, будем бдительны и не будем лениться заносить в квартиру свои велосипеды, не искушать на кражу. Хочется еще, Дмитрий, остановиться на смартфонах, обратиться к родителям несовершеннолетних. Сейчас у нас летний период времени, это касается и велосипедов, да, то есть ребята поедут на велосипедах кататься, проведите с ними разъединительную работу. Объясните им, что нельзя оставлять свой велосипед, что необходимо его пристегивать, даже если он пошел рядышком поиграть в футбол со своими сверстниками, и тогда ваши вещи останутся при вас. То же самое касается и смартфонов. Здесь предупрежден, значит вооружен. То есть ребятам надо четко объяснить, чтобы они не оставляли без присмотра свои вещи и рюкзачки с телефонами, внимательно следили за тем, куда они кладут телефоны, мимо кармана, в карман, да, то есть чтобы потом не попадать в такие ситуации, когда вы лишите своих собственных вещей. Аня, спасибо за вашу заботу, спасибо за то, что нас остерегли. В свою очередь желаем вам спокойной службы, и пусть статистика неуклонно снижается. Я имею в виду статистика нарушений, а раскрываемость, соответственно, растет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!